Какое место в Чебоксарах вы считаете лицом города? Думаю, многие назовут залив и Красную площадь. В недалеком будущем это самое лицо изменится. Каким его видят специалисты и представители правительства, сегодня говорили на совещании с главой республики. Преобразить центр города в Чебоксарах мечтают давно. Жители жалуются, мол, залив у нас, конечно, красивый, однако привычные виды наскучили. Да и погулять толком негде. Многочисленные проекты местных архитекторов пока остаются лишь на бумаге. Теперь нарисовать лицо города доверили испанскому архитектору. Сегодня результаты труда иностранного зодчего представили главе Чувашии и членам правительства. Правда, пока это не конкретный проект, а только концепция. Чебоксары, как и все остальные города России и мира, на сегодняшний момент должна перестроить свое функционирование и адаптироваться к новой третичной экономике, которая уже не базируется на экономике прошлого. Из наиболее заметных для простых обывателей преобразований – пешеходный мост через залив между Домом правительства и Театром оперы и балета. Павильоны в виде треугольников с обоих сторон Чувашского драмтеатра и здания на пересечении улицы Ярославской и Калинина. Там предположительно разместят выставочный центр. Но больше всего, пожалуй, впечатляют фонтаны. Красивыми картинками присутствующие полюбовались, доклад послушали, а затем посыпались вопросы. Люди очень будут стараться именно поближе подъезжать на машинах, а парковок мы в прошлый раз как-то встречались, обсуждали одинусловно, как раз, ну, как-то не предусмотрено. У нас шесть месяцев зима, и поток туристов, безусловно, зимой резко падает. Как учтена плотность туристического потока? Поток туристов уменьшаться не будет, если создать соответствующие условия. Отметил Хосе Осибилия. И напомнил, сейчас это всего лишь концепция. Места для парковок будут учитывать при детальном проектировании. И тем не менее, взгляд на развитие этой территории приезжего специалиста, судя по всему, отличается от взгляда тех, кто живет здесь много лет. Да, мы смотрели, площадь большая, и мы ближе к дамбе также рассматривали возможность строительства какой-то объект. Были такие предложения, мы смотрели его и высотным, и разным. Я думаю, что функционально он может быть также и культурно-выставочным, и гостинично-административные функции какие-то должны быть. Но вот, слава богу, нет того варианта, который закрывал там улицу Ярославскую и закрывал, выбивал из архитектурного ансамбля памятник культуры, воскресенскую церковь. Так или иначе, до 550-летнего юбилея города, а это 2019 год, такой грандиозной реконструкции город не потянет. К этому времени успеют осуществить только первый этап. Это строительство пешеходного моста, фонтаны, освещение и пешеходные и велодорожки. Остальные пункты, концепции еще предстоит обсуждать. Михаил Игнатьев призвал участвовать в этом не только специалистов, но и общественность. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.